Бокер Туф, доброе утро, Пурим Самеях! Сегодня у нас праздник, который называется Пурим. И это переводится как жребий. Что наш враг Аман бросал жребий, когда погубить еврейский народ. Возникают некоторые вопросы, почему это произошло. Дело в том, что написано, что царь Ахашвирош, величайший царь своего времени, он правил над 127 провинциями, огромное царство у него, и он устроил пир. 180 дней гуляли, и написано, что гостей никто не принуждал туда прийти, никто не принуждал участвовать в этой трапезе, и каждый поступал как ему хотелось. Там надо было прийти и поклониться идолу, так было заведено. Хотя и стол был, все было хорошо, кошерный стол был, все хорошо, но мы не имели права так поступать. Не везде надо участвовать, особенно там, где тебя не обязывают к этому, жизни нашей ничего не угрожало, мы пришли, веселились, пили, пили, ели, что хотели, и веселились, как нам не надо было делать. И получается, мы прошли как бы через два поклонства. И Мардыхай, он мудрец Торы, он понимал, что это очень большая угроза для жизни всего народа, и он решил поступить по примеру Маше, взять вину народа на себя. Ребят, он решает злодею Аману противостоять, что он для этого делает. Когда все падали на пол, перед Даманом, когда он шел, Мардыхай стоит. Стоит и все, не поклоняется, демонстративно стоит и не поклоняется. Когда у него спросили, что ты делаешь, тебя же казнят. Он сказал, что он иудей и не должен поклоняться человеку. И он решил взять на себя вину, что его казнят, и все, и вина еврейского народа будет снята. Но не тут-то было. Этот злодей решил погубить весь народ за это. Ему мало было жизни Аману Мардыхая. И вот это началось. И мы читаем, как это все происходило. Это очень сильная вещь. Всевышний спас еврейский народ. Хотя и во Всевышнем не указано в Магилате Истер вообще. На сегодняшний день мы должны праздновать праздник Пурим. Это праздник нашей победы, когда Всевышний нас спас. И есть заповедь, где надо напиться. Так, чтобы не различать благословения, будь благословен Мардыхая, будь проклят Аман. До такой степени надо напиться. Такая заповедь. И рассказано в Талмуде о двух еврейских мудрецах. Одного звали Раба, другого Равзейра. И они праздновали Пурим. И выполняли заповедь. И напились до такой степени, что Раба увидел перед собой Амана. И взял нож и взял щиту. Зарезал Рава-Заэру. Когда он утром очнулся, он смотрит, что Равзейра убит. Он начал молиться. Он был большим мудрецом Тора. Он молился так сильно, что Всевышний оживил. Вернул душу в тело Рава-Заэры. И написано, что на следующий год празднуют они Пурим. И Раба говорит, пойдем ко мне праздновать Пурим. Равзейр говорит, а если Всевышний второй раз это чудо не сделает, так что нет, второй раз мы не пойдем. Так что мы надеемся, что Всевышний нас спасет в этот день. И перестанет кровопролитная война. Всем всего хорошего. Хорошего Пурима. Празднуйте, веселитесь, и Всевышний даст нам победу. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григория, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, Память Юрия бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Борис бен Мария, Светлана бад Клара, Анна бад Ривка, Полина Перв бад Соня Сура, Женя бад Ида, Лена бад Клара, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Двойра бад Мирьям, Ирина бад Двойра, Моисей бен Ева, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Маэль, Евгений бад Берта, Евгений бен Берта, Евгения бад Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Моттл, Фира бад Анна, Гитл бад Мирьям. За хороший дух, Харон Ирия бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль Бацар. Порим сомэях.